Друзья, приветствую всех на канале Atamonaflight. Сегодня начинается мой очередной день в городе Стамбул и сегодня мы будем с вами так же как и вчера путешествовать. Я буду снимать очень много видео. Сегодня у меня запланировано посещение Гранд Базара, дойти наконец-то до центра, до Султана Ахмеда и тому подобное. Так что если вам интересно, смотрите это видео до конца и поехали. И так меня без проблем запустили на территорию института истамбульского. Я сказал, что я хочу пройти сделать фото и видео. Проходи, пожалуйста. И сейчас я нахожусь на территории. Здесь только находятся студенты. Больше никого не вижу. Как бы такой возраст молодой. И я хожу, сейчас поснимаю здесь по парку и покажу, как вам выглядит территория истамбульского университета. Здесь такая парковая зона. Очень хорошо. То есть много студентов сидит, просто-напросто отдыхает, что-то читает, ведьм учится. С этой стороны тоже. Но я хочу попасть вот туда, в самый центр и увидеть памятник, который здесь есть. А вот там главные ворота и, как всегда, везде коты. Главные ворота. Коты, машины, парковка и такая территория. Видим, там сейчас какой-то перерыв на паузу, и там вышел целый класс детей. Детей. Почему университета дети? Подождите. Что-то интересное. Видим, где-то дети, наверное, школы, или, может быть, это просто-напросто экскурсия сюда. Я сейчас иду к главному памятнику, который здесь установлен на площади перед университетом, видимо, зданием университета. И хочу показать вам поближе, как он выглядит. Вот такая вот башня стоит здесь, прямо на территории университета. Вот такая вот она большая. Кто понимает турецкий, пожалуйста, могу вам предоставить информацию о этой башне и этом университете, институте, как он называется правильно. Вот, пожалуйста, на турецком. Можете прочитать, поставить на паузу и прочитать. Либо я могу вам дать информацию на арабском. Ну, если вы понимаете, конечно, арабский язык. То, пожалуйста. Смотрите, здесь по всей территории разбросаны остатки античности, какие-то колонны и тому подобное, на которых просто-напросто сидят ученики и мило, свободно общаются между собой. Там вот есть спортивная площадка. Например, само основное здание университета это здесь. Но также здесь есть еще много других зданий, которые тоже принадлежат этому университету истанбульскому. Итак, я здесь совершенно один иностранец и турист вообще на территории всего этого университета. Хожу, гуляю, снимаю видео. Никто мне даже слова просто даже не сказал. И что я заметил? То, что та табличка, которую я сделал дома, со своим обозначением, что я видеоблогер, очень хорошо влияет здесь в Турции. Это уже не первый раз проверено. Прошлая поездка была ознаменована тем событием, что мне сделали скидку в одном из кафе аэропорта Истанбул, потому что сказали, что я аэропортер. И сейчас тоже везде пропускают, никто ничего не спрашивает. Было такое, что подходили два раза ко мне полицейские и просто-напросто подошли, посмотрели на мою табличку, почитали и все, и дальше ушли. Ни слова не сказали. То есть такое было. Это вот пока я нахожусь, это три дня в Стамбуле. И все. Сейчас я иду дальше гулять по городу, и вы идете, конечно, вместе же со мной. Смотрите, что я нашел на территории университета. Это то здание, где сидят профессора. Вот сейчас один из них пошел. Вообще никто ни слова говорит, снимаю я и снимаю. Вот это здание. Сейчас я подальше отойду, чтобы было видно надпись, так как солнце. Надпись не видно. Вот. Профессора Ля Эви. И это на Турецком. Я не знаю, с чем это связано, но возле каждого учебного заведения, возле каждого вообще какого-то общественного места очень много. Большое ископление полиции, парнированная техника и там подобное. Много охраны. Почему? Не знаю. Но это нормальная турецкая улица, по которой движется очень много различного транспорта. Очень много людей с этими колясками, которые, вот видите, перевозят вещи прям посередине. Всего движения. Движение беспорядочное. Люди идут вне пешеходного перехода. Машины постоянно сигналят. Автобусы не успевают по графику. Везде опоздание. Задымленность. Вот видите, небольшая дымка. Это задымленность. Здесь грязный воздух. Он грязнее, чем в Германии. Это однозначно. Я это уже почувствовал. Очень много рекламы на домах. Очень много торговых точек. Точек общепита, которые, вот видите, продают кукурузу, жареные каштаны и жареные кукурузы в том числе. Продают какие-то еще булочки и тому подобное. То есть, вот это настоящий тот Стамбул, который я хотел вам показать в своих видео. Какой он есть на самом деле. А не туристическая часть. Когда я вчера читал информацию о Стамбуле, там рекомендуют, что если вы приехали, то ходите именно по туристическим тропам и не уходите никуда далеко от этих туристических троп, так как это опасно. Я гуляю уже второй день не по туристическим тропам, гуляю самостоятельно. И никакой опасности пока я не видел. Как я сказал, что трафик просто сумасшедший. Смотрите сами, как все это происходит. Ну, смотрите, вот рядом проходят улицы оживленные. Рядом с этой улицей есть дорога. И здесь валяются какие-то античные вещи. Это различные колонны и тому подобное. То есть, они прям валяются, люди по ним ходят. И это все нормально. То есть, античность присутствует в этом городе. Так как он когда-то этот город назывался Канстантинополь, здесь была Византия и тому подобное. Ну и как же без рыночков, которые здесь повсеместны? Астамбул – это город-магазин, город-рынок, город-базар. Здесь под пешеходный переходом передвигаются мотоциклисты. И все это нормально на скутерах. Никого это не волнует, что это пешеходная зона. Все очень хорошо и все очень аутентично. Вот он подъехал, остановился, кому-то привез что-то, наверное, поесть. Да, кому-то что-то привез.